Всем привет! Это Вероника. Я очень рада видеть вас у себя на канале. Идея сегодняшнего видео, знаете, родилась, ну не то чтобы сама собой. Этому способствовало большое количество факторов, поглощенной мною еды. Но к моему превеликому сожалению, мне снова необходимо худеть. Взрослые люди говорили мне, что когда ты взрослеешь, время начинает ускоряться. Я полностью согласна. У меня очень сильно ускорилось время после того, как я вышла замуж и родила дочку. Но после того, как я родила сына, время ускорилось с немыслимой скоростью. Последний год я успеваю отмечать только наступление пятницы и следующей пятницы. Неделя скукожилась, но семь дней превратились в какие-то три. Моя неделя составляет три дня. И вы можете спросить меня, Вероника, мы же говорим о похудении, при чем тут время? Дело в том, что как оказалось из-за фотографий и дат выхода моих видео о похудении, похудела я примерно год назад. А в своей голове я до сих пор остаюсь худой и стройной. И каждый раз, когда я снимаю какое-то видео или когда я застегиваю штаны, которые почему-то мне тесные, и смотрю на себя в зеркало, я думаю, что за хрень? Это что, сушилка портит мои вещи? Как же так? Я же похудел. Я же похудел. Но, повторюсь, мною нелюбимые цифры показывают обратное. Я снова поправилась. И сегодняшним видео я хочу ознаменовать для себя, для вас, для Вселенной то, что мне этой ситуации не нравится. Я очень сильно хочу ее исправить. И сегодня я вам расскажу, какие шаги я предпринимаю для того, чтобы снова похудеть. Поэтому, девчонки, как бы это смешно не звучало, похудеть к лету, похудеть к отпуску, к пляжному сезону, похудеть для себя, похудеть для мужа, похудеть для чего? То, если у вас реально высокий вес, если у вас есть излишки веса, а то, знаете, есть такие группы типа это 40 килограмм, и они все еще что-то там худеют. Может быть, кому-то покажется странным, но я причисляю себя к адекватным людям, поэтому, когда мы с вами говорим о похудении, мы говорим о похудении с какого-то завышенного веса. Если просчитать мой индекс массы тела, то у меня, ну, как бы 5-7, как минимум, лишних килограмм. Поэтому я говорю о похудении, о здоровом похудении, а не то, что там из иссушенной дамочки мы превращаемся в еще более иссушенную дамочку. Предыстория. Год назад я очень хорошо похудела. На самом деле, примерно в те же даты у меня на канале, в моем блоге вышло большое видео о похудении, и я его пересмотрела сама буквально неделю назад. И знаете, девчонки, я могу сказать, что это одно из моих лучших видео, потому что оно абсолютно честное, абсолютно откровенное, оно построено на моем успешном опыте. И пересмотрев это видео еще раз, я поняла, что если я хочу похудеть, мне нужно снова начать делать все то, что я говорила вам в прошлом видео. Поэтому если у вас сейчас есть проблемы с лишним весом, вы не знаете, как похудеть, или вам просто не хватает мотивации, пожалуйста, перейдите по ссылке ниже и посмотрите мое видео о том, как я сбрасывала вес. И здесь я хочу отметить, что результат моего похудения был шикарный. Я смогла пробить свои 60 килограмм. Уже, наверное, больше 10 лет я стандартно вешу больше 60 килограмм. Меня это раздражает, меня это напрягает, но как бы пожрать я выбираю в большинстве случаев. Поэтому пробить психологически вот эту вот цифру в 60 килограмм у меня не получалось просто реально в десятилетии. И я даже сюда вставлю небольшой кусочек о том, как я все-таки этот вес сбросила и какие эмоции я от этого испытываю. Впервые за 10 лет я вешу меньше 60 килограммов. Боже, как долго я к этому шла! Это просто что-то невероятное. Это не вес, это мой пульс. И знаете, этот яркий момент того, что я вешу там 58-59 килограмм, настолько сильно заякорился в моей голове, что мне стало казаться, что если я начну есть все, что я хочу, понемножку, ну как-то так, в принципе, окей, мой вес, он как бы останется вот таким. Я хочу отдельно остановиться на том, почему же я снова начала набирать вес. Если вы все-таки посмотрели мое видео о похудении, вы можете обратить внимание, что для того, чтобы похудеть, мне пришлось засунуть себя в жесткие рамки. Да, до этих рамок я дошла головой. Я понимала, что я делаю, я понимаю, для чего я это делаю. Но все-таки менее жесткими от этого рамки не стали. Я отказалась от огромного количества еды. Я отказалась от огромного разнообразия еды. Я супер жестко урезала порции. Я супер жестко урезала количество приемов пищи. И для меня это было действительно тяжело. Я справилась, я смогла, я это сделала. Но мне это вызывало действительно как бы вот сложность. Да, мне нравилось, что я похудела. Но я своими глазами видела как бы каждую несъетую конфету, которая вот в меня не попала. Да, я стала как бы стройней. Но вот голову я свою перестроить так и не смогла. Проблема, которая не дает мне быть супер стройной, супер идеальной, и называйте как хотите, это компульсивное переедание. Я ем не потому, что я хочу есть. Я жру потому, что... Потому что... На самом деле на тему компульсивного переедания есть огромное количество книг, огромное количество видео. Если простыми словами, то человек страдает компульсивным перееданием. То есть он ест не потому, что он испытывает голод даже, а потому что ну просто хочется что-то хомячить. Потому что вот это заедание, пожирание, оно является частью жизни. Очень такой, знаете, приятной и успокаивающей частью. Частью, которая дарит тепло, частью, которая дарит заботу. И на самом деле вырваться из объятий компульсивного переедания очень и очень сложно. Я понимаю, что может быть для кого-то, у кого нет такой проблемы, это звучит странно. Ну так не хочешь жрать, не жри. Знаете, что интересно? Вот я сейчас... Я не хочу есть здесь. Но после съемки этого видео мне хочется прям начать что-то хавать. Знаете, многие могут подумать, что я пойду есть там какую-нибудь шоколадку или булку. Нет. Я могу есть даже полезную еду, но это должно быть огромное количество. И я должна вот чем-то хрустеть, что-то в себя запихивать. И благодаря вот этому компульсивному перееданию у меня, собственно, опять случился откат в набор веса. Я даже понимаю, когда это началось. Видео, которое я выложила вам со своими суперрезультатами похудения, снято, оно датировано 22 августа 23 года. Как раз в эти даты мы переехали сюда в новую квартиру после ремонта. Начался там сентябрь, осень. Я нашла в этом нашем новом районе очень вкусную пекарню. Сначала я начала есть булки с капустой, какие-то там слоёные пирожки, ватрушки. Потом пошли уже какие-то сладкие пироги. И как только в мой организм попадает что-то сладкое, я начинаю хотеть есть ещё больше сладкого. Знаете, это так интересно, я как будто бы обманываю саму себя. То есть когда я делаю закупку в магазине или в приложении, у меня в принципе достаточно полезный набор продуктов. Но в этот набор продуктов потом всегда попадает какая-нибудь доставка жрачки из Delivery Club, что-нибудь вредное, какой-нибудь фастфуд или какое-то излишнее количество хлеба. Там, где сначала была одна булочка, потом стало три булочки, я стала меньше ходить и как-то передвигаться. Ну, то есть типа там доехать на машине, здесь доставка, гулять мне неохота, лень, плохая погода и так далее. Дальше начался ноябрь, декабрь и всё, что связано с новогодними праздниками. К моим булкам стали добавляться подарочные шоколадные наборы. Муж принёс свои работы, подарки для детей. И это были две вот такие огромные пачки шоколадных конфет из нашего детства. Знаете, вот эти вот там типа маска, мишка. Сначала я ела по одной, потом три, потом семь. Потом, в общем-то, количество потребляемого мной фастфуда стало повышаться и повышаться. Я понимала, что я делаю. Я вообще в целом всегда понимаю, что я делаю. И когда я стала есть конфеты, хлеб, когда мои порции стали увеличиваться, когда я стала вместо двух приёмов пищи есть полноценные три, а потом четыре, а потом ещё орешки, я понимала, что как бы я снова начинаю набирать вес. Ну, как... Ну, это логично. Но мне казалось, что вот этот набор веса, он будет где-то там, где-то потом. И на самом деле, если посмотреть по датам, то вот такой кардинальный, кардинальный скачок в наборе веса у меня не случился. То есть не было такого, что я в сентябре вешу 59 килограмм, а в ноябре я вешу там 64, как сегодня. Нет. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Восемь месяцев. Это к вопросу о том, что время у меня идёт в увеличенной скорости. Мне кажется, что с моего похудения прошло месяца 3. Но прошло не 3, прошло 8. И за 8 месяцев я набрала примерно 5 килограмм. Такой, знаете, хороший, здоровый набор веса. Как бы он такой не совсем заметный, как бы каждый месяц что-то прилипает. Но, в общем-то, вот так со мной случилось. Я на это всё смотрю достаточно оптимистично. И я объясню, почему. Долгое время, долгие годы у меня вообще не получалось сбросить вес. И когда я в том году прям вот так кардинально похудела, я поняла, что я могу. Я знаю, что надо делать. Я знаю, как я буду себя чувствовать. Я знаю, что мне нужно перетерпеть, и я получу результат. Поэтому сейчас я настроена достаточно оптимистично. И сейчас я бы хотела перейти к тем вещам, которые я с... Ну, даже не с сегодняшнего дня, наверное, с вчерашнего, позавчерашнего дня прям вот плотно ввела в свою рутину. Что касаемо еды. Конечно, я теперь стараюсь прям смотреть, что я кладу себе на тарелку. И я вспомнила своё любимое правило, которое называется «Ешь еду». Ешь еду. Жарь себе мясо. Давайте мы сейчас не будем упираться. Можно. Жарить нельзя. Жарь мясо. Туши мясо. Вари мясо. Овощи. Если мы не берём в расчёт картошку, свеклу и морковь, то овощи ешь в любых количествах. Хочешь, отвори, хочешь там пожарь, хочешь ещё что-то. Запихивай в себя побольше белка, потому что именно белок даёт насыщение не в моменте, как конфета, а пролонгированно. Я опять стала есть мало белка, и сейчас я это буду исправлять мясными продуктами и, конечно же, творогом, греческим йогуртом. В общем, открывайте список, где самое высокое содержание белка, и едите себе спокойно эти продукты. Для того, чтобы мне было легче есть меньше, я решила вернуться к тем препаратам, которые я пила в прошлое похудение. Смотрите, я себе на озоне заказала в этот раз прям целый комплекс от Гуарчи Бао. В прошлое своё похудение я пила вот такой вот комплекс. Это жиросжигатель дневной и жиросжигатель ночной. Но только здесь в комплексе ещё идёт вот такой вот корректор аппетита, конжаковая камедь. В общем, смысл в том, что ты выпиваешь эту таблетку, запиваешь её водой, и она у тебя в желудке как бы разбухает. И тебе объём желудка заполняется, и ты съедаешь меньше еды. Девчонки, смотрите, нигде вот здесь, вот здесь, вот здесь нет рекламного токена, который говорит о том, что это реклама. Потому что это не реклама. Потому что я пошла и сама купила те товары, которые мне помогли похудеть в прошлый раз. Вот этот вот комплекс рассчитан на месяц. Но на самом деле, я не понимаю, вот как-то Гуарчи Бао они вот какую-то делают странность. То есть они вот продают набор типа похудения на месяц. Но вот эта банка на месяц, а вот эта банка на 15 дней. Поэтому в набор, в набор они положили две эти банки. Теперь всё сходится. При этом в набор они кладут одну банку корректора аппетита. Но одной банки хватает на 15 дней. Почему нельзя продать людям набор вот как бы готовый, да, вот чтобы мне потом не додумывать и не допокупать. Я этого искренне не понимаю. Это, наверное, единственный негативный момент, который я могу сказать про эту продукцию, потому что мне она очень нравится. Тут нету ничего психотропного. Это натуральные вещества. Они просто облегчают и ускоряют процесс похудения. Сильно сейчас лезть как бы что и зачем. Вот, например, дневной Fat Burner. В нём содержится конъюгированная линолевая кислота. Опять-таки, когда я ещё в тот раз худела на этих препаратах, кто-то пишет, что эта кислота там работает, кто-то пишет, что не работает. Но вот на мне сработало. В ночном комплексе содержится гидроксилимонная кислота, хром и полифенольные соединения. Хром как раз-таки снимает вот эту жажду поглощать именно что-то сладкое. Если говорить вот об этом вот корректоре аппетита, то в нём тоже есть хром и растворимые пищевые волокна. То есть он заполняет ваш желудок искусственным объёмом и, собственно, снижает тягу к сладкому. И вот здесь я хочу вернуться к теме компульсивного переедания. Вот эти штуки начинают работать с первого дня. Они резко снижают желание есть, чувство голода. Плюс, я не знаю, как это устроено, но я когда начинаю вот это всё дело пить, мне хочется больше пить. А что нам нужно для похудения, если отбросить все маркетинговые и немаркетинговые уловки? Снижение калорийности и увеличение объёма жидкости, чтобы промывать лимфу и промывать как бы всё вот это вот дело и вымывать расщеплённые жиры из организма. Но вернёмся к компульсивному перееданию. Пью я это второй день подряд. И я понимаю, что я не голодная и не хочу есть. Но я уложила детей, пошла, нажарила себе стейк, положила туда эту капусту квашеную, помидоры, огурцы. Да, я не съела шоколадку и я вообще не хотела есть. Но головой, головой, я считаю, считаю, что я должна вот как-то расслабиться. Ну, типа, всё, наконец-то дети уснули. Я их очень люблю, я их обожаю. Ну, когда весь день говорят... Голова кругом. И вот это моральное заедание, моральное успокоение, оно необходимо вот здесь. Потому что желудком я есть не хочу. И вы знаете, я прям чётко ощутила это всё дело и думаю, ну, ладно, я в потоке. Я здесь... Ну, ты хочешь головой есть? Давай, Вероника, давай пойдём, давай посмотрим на это. Я посидела, поела, это всё в себя навалило. Я вот здесь в желудке не испытала ничего, потому что как бы я и не хотела есть. А вот здесь я типа расслабилась. Посмотрим, что будет дальше. Но я всё-таки планирую сократить количество потребляемой еды, потому что благодаря вот этим штукам я не голодная, а вот со своей головой я, конечно, буду работать. И это к тому, что достаточно часто сейчас психологи говорят, что похудение нужно начинать с посещения психолога. Почему? Потому что у очень большого количества людей с лишним весом есть проблема не столько физического голода, который вы можете убрать за пару недель страданий, а проблема вот здесь, потому что хочется вот есть. Что касаемо спорта, никаким спортом я заниматься не планирую. Я знаю, что если ты занимаешься спортом, то расход калорий у тебя идёт быстрее, но я не люблю спорт, я ненавижу спорт. У нас тут с мужем даже были жалкие попытки поискать какие-нибудь фитнес-клубы, и получается, что фитнес-клубы это сейчас стоят каких-то странно больших денег, но знаете, проблема даже не в деньгах, проблема в том, что я не буду находить время на то, чтобы туда ездить, оставлять ребёнка, мыться, что-то там ещё. В общем, я пока к спорт-клубу не готова. Может быть, когда младший пойдёт в садик, и у меня будет прям совсем больше свободного времени, может быть, я пойду. Пока что я не хочу. Вот сейчас здесь бы просто шикарно вписалась интеграция сервиса FitStars, или как он там называется, они мне пишут просто примерно каждые 3-4 дня их новый менеджер, давайте работать с нашей платформой. Вы у всех блогеров уже видели эти домашние тренировки. Вы знаете, я, в принципе, ничего плохого к этому сервису не испытываю, сервис и сервис, но мне кажется, что тренировки можно найти бесплатно на ютубе. Напишите, кстати, вы купили по рекомендации какого-нибудь блогера подписку вот эту вот там бесконечную на сервис FitStars. И ещё одна вещь, которую я начала делать уже неделю, как, если говорить о моей фигуре, то я жирею одновременно практически везде, наверное, кроме груди. У меня начинают поправляться ноги, они прямо текают, пузо, конечно же, но вообще, если говорить о моей фигуре, даже когда я худею, у меня низ такой достаточно грузный, и я подумала, что нужно делать массаж, но в этот раз я решила худеть прям совсем по-жадному, и я не хочу идти ни на LPG, ни на эндосферу, и я не хочу идти даже на тайский массаж. Объясню, почему. Тайский массаж они делают очень больно, то есть они за один сеанс превращают мои ноги и задницу в одну сплошную гематому, которую я потом лечу неделю, и я каждый раз говорю им как бы типа плиз, делайте помягче, они такие у меня, ну тогда не будет результата, я говорю, мне пофиг, вот пускай лучше не будет результата, но я буду ходить к вам равномерно, чем вы в первый день меня тут переизнасилуете, я к вам просто приходить не буду, но они не слушают, они все равно делают очень больно, и я всегда срываюсь. И знаете, в один из сеансов я прям совсем заголосила, что как бы это очень мне больно, она говорит, ну давайте тогда я буду делать типа не руками, а массажером, и эта тайка достает вот этот массажер, который лежит у меня дома, она мне этим массажером наставила такие синяки, у меня были такие красные ноги, и я думаю, а зачем я плачу за это две тысячи рублей, если у меня лежит это дома, смотрите, это массажер, который называется, кажется, лапонька, или что-то такое, их полно, просто на зоне, на вайлберис, берите где хотите, вот такая пластиковая байда, раз, два, три, четыре, пять, пять штуковин, она плотная, они бывают вот здесь вот с такими дополнительными шариками, бывают без шариков, но с шариком они как бы еще более жесткие, с помощью этой штуки нужно делать массаж, и вот сейчас я вам открою просто свой супер лайфхак, по правильному нужно перед ванной, перед душем нанести на ваше тело массажное масло, и делать массаж, мне всегда лень, мне всегда лень, и не хочу мазать на свое тело масло, мне от этого противно, я трачу время, и в итоге я это делаю один-два раза, а потом мне реально просто лень, и тут в очередной раз моясь в душе, я думаю, а зачем мне масло, если я в душе могу намазать ноги гелем для душа или скрабом, девчонки, это гениально, выбрасываете массажное масло, я надеюсь, вы принимаете душ каждый день, а то и два раза в день, поэтому чем делать один массаж 15 минут, не рассказывайте мне сказки, что вы делаете массаж с маслом, 40 минут, максимум 15, и у вас уже устали руки, отдышка, и вообще ноги болят, вместо того, чтобы делать раз в месяц 15 минут, каждый день наносите на свои проблемные зоны скраб, я обожаю скрабы от Arno, Arno это бренд, который создала потрясающая девушка Валерия, она гениальный косметолог, я проходила ее курс по косметологии, сейчас она переквалифицировалась психолога, и она как психолог тоже очень много бесплатной информации дает, короче, можете подписаться, но она является как бы создателем бренда косметики Arno, и у нее есть вот такие скрабы, скраб кофейный ликер, он так вкусно пахнет, именно кофейным ликером, кстати, алкоголь во время похудения тоже желательно сократить, потому что он очень калорийный, поэтому вместо алкоголя, девочки мои любимые, пожалуйста, переходите вот на такой кофейный скраб, он прям жесткий, агрессивный, я его наношу на ноги, минутку его растираю, дальше беру вот эту штуку и начинаю вот так вот водить по ногам, это так больно, у меня такие красные ноги, у меня такие синяки, при том, что, девчонки, я даже не сильно давлю, но вот этот массажер все делает реально за вас, то ли 300 рублей, то ли 200 рублей, плюс банка любого скраба, девочки, если вы совсем ленивы, если совсем нет времени, я понимаю, что после скраба потом ванная может быть там в каких-то потеках или жирных следах, просто гель для душа, мажете гель для душа на ноги, делаете массаж, когда чувствуете, что уже устали или прошло 10 минут, за это время как раз можно нанести масочку на волосы, но каждый день, девчонки, в общем, я вот эту штуку делаю уже неделю, ноги стали прям поплотнее, первые несколько дней больно просто невыносимо, вообще вот эта боль во время массажа говорит о том, что есть сильный отек, а почему у нас с вами толстые ноги, потому что там отек, смешанный с жировой тканью, поэтому страдайте немножечко, и собственно будет вам счастье, кстати, если вы совсем ленивая, то можете это делать не в ванной, а сквозь прям одежду, то есть вот ставите этот массажер на вашу ножку, да, и делайте, она начинает лучше скользить, чем просто по телу, а все-таки разгонять жир вы будете очень даже неплохо. Девчонки, я так долго болтала, что у меня сынишка проснулся, поэтому если вы услышите какие-нибудь мимимишки, это действительно они, вам не кажется. И вторая вещь, которую я делаю именно целенаправленно на похудение, это вот этот вот мой старинный массажер, это знаете, вот просто лучшие вложенные деньги, это бренд The Body Shop, бренд уже сто лет как ушел из России, но аналоги вы можете найти тоже на маркетплейсах, это такой вот массажер, он из плотного силикона, и в нем такие как вот ну шипы, да, вот как это по-другому назвать, когда я выхожу из душа, я вытираю ноги и наношу антицеллюлитный крем. Мы с вами тысячу и один раз обсуждали, что антицеллюлитный крем, он не избавляет от целлюлита, но он этому способствует. Если вы делаете массаж, если вы правильно питаетесь, если вы пьете воду, то крем станет дополнительным, скажем, источником красоты ваших ног. Я наношу крем на ноги и начинаю еще раз делать массаж. Смотрите, вот эта штука, она прям вот глубоко проминает ваши ноги, а вот эта штука работает скорее на поверхности, но тем не менее она очень хорошо разогревает поверхность ног, и крем как бы лучше впитывается, улучшается вот эта вот микроциркуляция. Как мы худеем локально с помощью вот этой как бы усиления кровотока, вот этой вот микроциркуляции, чтобы было тепло, кровь бегала, и как бы вот эти все там застойные процессы у нас из организма выходили. Собственно, все. Сокращение вредной пищи, употребление БАДов, которые помогут вам снять физический голод, работа со своими мыслями, чтобы убирать вот это вот компульсивное желание есть тогда, когда вы не хотите желудка и какие-то вот минимальные бьюти-процедуры, там, массаж и так далее. Если к этому всему вы добавите бассейн, пробежки, прогулки, ходьбу, ходьбу, что угодно, и выйдите вот из этой психологической зависимости от того, что, ну, когда поесть, когда, а что есть, а когда поесть, вот от этого всего, то, я думаю, результат не заставит себя ждать. Конечно же, ни на второй день, ни на третий, ни на пятый, у вас будут и плато, и будут периоды, когда вы срываетесь и едите что-то сладкое, но тут важен принцип, принцип, нужно всегда следить за тем, что вы едите, если у вас уж есть такая проблема, как лишний вес. Я себе поставила такой первоначальный челлендж где-то на полтора месяца, мы планируем летний отдых, в отпуск мы планируем поехать где-то там через месяц-полтора, и мне просто самой интересно, какого результата я добьюсь, смогу добиться, а может быть, вообще не смогу добиться за эти полтора месяца, мне просто интересно. У меня совершенно нет никаких комплексов, что типа, как я выйду на пляж в таком виде, девчонки, я могу выйти на пляж вообще в любом виде, мне все равно, я как бы, я ничего такого от этого не испытываю, но хочется все-таки как-то весить чуть-чуть более комфортно для самой себя, самой себе чуть-чуть больше нравится, хотя вы знаете, что я люблю себя любой, разный, и когда я больше вешу, и когда я меньше вешу, но просто вспоминая опыт моего прошлого похудения, как тяжело мне это далось, я хочу все-таки откатить все-таки свой вес, ну, знаете, вот такая моя мечта, это, наверное, сейчас 58 килограмм, вообще моя мечта всегда это три пятерочки, 55 с половиной килограмм, это вот моя мечта, но они должны быть здоровые, они должны быть прокаченные, они должны быть с мышцами, а не просто истощенные, вот, но пока что вот со своих текущих 64 килограмм, вообще ужас, я хочу досбросить до хотя бы там 58, посмотрим, удастся ли мне это сделать за полтора месяца или нет, но в любом случае я снова возвращаюсь на такой более зожный образ жизни, потому что мне очень нравилось, как я выгляжу, как я чувствую себя в 58 килограмм, я была более тонкая, звонкая, какая-то более активная, вещи на мне начали сидеть просто потрясающе, ничего нигде не пережимала, в общем, быть в хорошей форме это здорово, я завидую тем людям, у которых непреднамеренный зож, вот вы знаете, они сами по себе бегают, они любят спорт, они не любят много есть, для них нет никакой проблемы с компульсивным перееданием, и они стройные, но они стройные не потому, что они заставляют себя все это делать, а потому, что это просто их лайфстайл, это просто их стиль жизни, они просто так живут, я, к сожалению, из тех, кто вот с детства столы, еда, отдых это еда, праздник это еда, покушать, сладкое, то-се, к сожалению, вот, поэтому всю жизнь борюсь с лишним весом, стараюсь себя сильно не запускать, но вот где-то полтора-два года назад я себя все-таки, конечно, подзапустила, но мне удалось похудеть, и я надеюсь, что у меня и у вас тоже это получится, напишите мне, пожалуйста, девчонки, что вы обо всем этом думаете, будете ли вы худеть вместе со мной, смотрели ли вы мое видео о похудении, помогло ли оно вам, какие цели вы ставите себе сейчас, хотите ли вы похудеть, или накачаться, или вам вообще комфортно, и вы едите все подряд, и не набираете вес, а может быть, вы едите все подряд, набираете вес, но как бы ничего не хотите с этим делать, в общем, давайте сегодня в комментариях под этим видео пообщаемся на тему похудения, формы тела, внешнего вида, компульсивного переедания, напишите мне, пожалуйста, ваши мысли, будет очень-очень интересно, я вас люблю, целую, я желаю вам весить столько килограмм, сколько вы хотите, я желаю вам добиваться этих цифр и форм в любви к себе, в комфорте, чтобы, я очень хочу, чтобы у меня и у вас получилось так, как вы планируете, все, до самых скорых встреч, я пошла окунаться в роль мамы, очень рада была провести это время вместе с вами.